Видео уроки фотошопа Вторая фотография Это изображение вот такого вот леса Третье фото это девушка И последний снимок Это вот такой вот интересный блик Сейчас мы их с вами будем объединять вместе Для создания очень интересной манипуляции Итак, давайте начнем Первое, что мы с вами делаем Это создаем новый документ Размер у него будет примерно 1500 на 1000 пикселей Нажимаем ОК И теперь помещаем сначала в наш документ изображение неба Нажимаем Ctrl-A, Ctrl-C, чтобы скопировать И вставляем в наш новый документ Нажимаем Ctrl-V Подгоняем размер при помощи свободного трансформирования Ctrl-T Зажимаем клавишу Shift, чтобы у нас пропорции не деформировались И примерно вот таким вот образом Растягиваем наше изображение Нажимаем клавишу Enter пока что Теперь переходим опять на изображение леса Нажимаем Ctrl-A, Ctrl-C, так же его копируем И так же вставляем в композицию, нажимаем Ctrl-V Так, так же его уменьшаем при помощи свободного трансформирования Так, зажимаем клавишу Shift Чтобы картинка у нас уменьшалась пропорционально Так, вот таким образом Так же подгоняем размер под ширину нашего документа Примерно вот так Нажимаем клавишу Enter Отлично Теперь нам с вами нужно избавиться от основного фона на этом слое Для этого мы с вами создаем данному слою маску Щелкаем вот сюда И выбираем инструмент кисть Прозрачность для нее давайте возьмем не очень большую В районе 25% Так, убедитесь, что у вас она стоит мягкая И размер возьмем побольше Так же Так, ну примерно вот такой, чтобы было удобно работать Выбираем на палитре черный цвет Ставим режим работы с маской И начинаем аккуратно проявлять нижний слой с небом Вот таким образом Так Верхнюю часть проявляем сильнее А снизу стараемся накладывать мазки не так заметно Так Так же стоит здесь уменьшить размер кисти Чтобы проработать эти участки получше Вот таким образом Так Так же здесь И еще раз пройдемся вот здесь Размер для кисти возьмем чуть побольше И немножечко сделаем потемнее вот эту часть Так Отлично Теперь нам с вами нужно придать лесу такой же оттенок, как и у неба Для этого мы воспользуемся очень простым способом Продублируем слой с небом, нажимаем Ctrl J Перетачиваем его на самый верх, вот сюда Зажимаем клавишу Alt и применяем его только к слою с лесом Вот таким образом Так Помещаем его пониже Чтобы он нас полностью закрывал лес И ставим режим наложения цветность Как видите у нас оттенки неба переместились так же и на лес Теперь давайте немножечко понизим прозрачность этого слоя Чтобы не было такого сильного эффекта Он нам не нужен Я думаю будет достаточно примерно 50% Может чуть побольше Вот так Смотрим до И после Также давайте добавим к этому слою маску И проработаем нежелательные участки Вот например здесь в центре мне не очень нравятся Некрасивые желтые пятна Мы их немножечко сейчас устраним Вот таким вот образом Просто черной кистью Пройдемся в этом месте Вот и все Так до и после Также давайте сделаем лес немножечко более контрастным Для этого мы создадим еще один корректирующий слой Это у нас будут уровни Также применяем его только к слою с лесом Зажимаем клавишу Alt И щелкаем на границу между слоями Теперь Немножечко потаскаем вот эти ползунки Так Перетащим черный ползунок вправо чуть-чуть Средний ползуночек Влево Так И белый ползуночек также сместим чуть-чуть влево Вот таким образом До и после Как видите мы с вами добавили оттенок и усилили немножечко контраст Так давайте еще раз перейдем на слой с небом и сотрем ненужный эффект Вот здесь вот наверху при помощи черной кисти Немножечко осветлим вот этот участок Потому что он получился у нас чересчур яркий Так добавляем Здесь и здесь мазки Так Вот теперь эффект у нас только попадает на лес И также немножечко сотрем Вот здесь вот на елках Отлично Продолжаем Теперь пора добавить в нашу композицию модель Переходим на изображение с девушкой И как видите она у нас на белом фоне Поэтому отделить ее от фона будет довольно легко Возьмем просто инструмент быстрое выделение Так и аккуратненько выделим Фигуру девушки вот таким образом Так И так же здесь Немножечко приблизим Посмотрим Не пропустили ли мы где-нибудь участки Так вроде все хорошо Да И теперь приходим в пункт выделения Уточнить край Так Вид поставим на черном фоне Чтобы было лучше видно Где у нас есть какие-то дефекты И сместим аккуратненько край Примерно до значения Минус 25 Чтобы у нас пропали Нежелательные участки фона на одежде Так Ну и теперь начинаем При помощи инструмента кисть Вот здесь вот Прорабатывать участки Чтобы отделить волосы от фона Вот таким образом Так Так же здесь Пройдемся По шапке модели Чуть-чуть Поставим Сглаживание где-нибудь на 10 Может даже побольше И добавим растушевку В районе 1 пикселя Так Один участок я пропустил С белым фоном Вот здесь у нас Да Так же Нам следует от него избавиться Смотрим ниже Так Здесь Есть так же Участок На рукаве Так Смотрим дальше Все остальное вроде бы хорошо Да Нажимаем клавишу ОК И копируем Выделенную область На новый слой Нажимаем Ctrl-C Переходим В наш документ И вставляем модель В нашу композицию Нажимаем Ctrl-V Уменьшаем размер При помощи свободного Трансформирования Зажимаем клавишу Shift И уменьшаем девушку Так Еще Еще Так Щелкаем сразу правую клавишу Выбираем отразить по горизонтали Чтобы Девушка у нас смотрела В сторону будущего восхода Который мы с вами нарисуем чуть попозже Да И располагаем ее примерно Вот в этой части композиции Нажимаем клавишу Enter Первым делом Нам с вами нужно добавить Тень под модель Чтобы композиция Выглядела у нас естественно Приближаем Размер Так Чуть уменьшим Сначала Определимся С источником света Откуда он у нас будет падать Так Я предлагаю Нарисовать Блик Около правой части Деревьев Вот в этом участке Да Так Для этого мы создаем Новый пустой слой Помещаем его Вниз И при помощи Кисти Сначала нарисуем тень У самых ног модели И потом Нарисуем уже чуть дальше Так Давайте приблизим Еще чуть-чуть Так У нас тут остался Кусочек старого фона От него мы избавимся При помощи ластика Выбираем инструмент Ластик Так У меня он Очень большого размера Так Уменьшаем еще размер И аккуратно Стираем Вот эту область Так Переходим опять На нижний слой И добавляем тень Прозрачность для кисти Возьмем примерно 26% Нажим поставим На 50 И сначала Добавим Тень У самых ног модели Так Цвет Черный И начинаем Так Вот таким образом Размер для кисти Теперь возьмем побольше И делаем Мазочки Уже Сюда Так Смотрим Что получается Так Еще чуть-чуть Приблизим И нарисуем Вот здесь Идем В пункт Фильтр Убираем Размытие По гауссу И немножечко Размоем тень Чтобы она Выглядела У нас Более естественной Так Ну я думаю Четырех пикселей Или пяти Будет Вполне Достаточно Нажимаем Клавишу ОК Единственное Что нужно Стереть Нежелательное Размытие Которое у нас Появилось Вот здесь Аккуратненько Стираем Так И все готово Прозрачность тени Вы можете Изменять По своему Желанию Чтобы она Смотрелась Естественно Лучше Использовать Режим Наложения Умножения Так И прозрачность Давайте Поставим В районе 90% Я думаю Так Также нам С вами Нужно Затемнить Саму Девушку Так как Свет Будет Падать Спереди А мы Видим Ее Спину Поэтому Также Создаем Новый Пустой Слой Применяем Его Только К слою С девушкой Зажимаем Клавишу Альт И щелкаем На границу Между Слоями И теперь При помощи Также Черной Кисти Которую Мы Использовали Для создания Тени Мы Затемняем Спину Девушки Так Начнем Также С ног Так Поднимаемся Теперь Выше Добавляем Тень Здесь Вот таким Образом Смотрим До И После Также Чтобы Девушка Вписывалась Более Гармонично В наш Новый Фон На нее Нужно Добавить Оттенки Нашей Композиции Для Этого Мы Создаем Сначала Корректирующий Слой Цветовой Тон Насыщенность Применяем Его В слой С девушкой И Понижаем Насыщенность До Минус Тридцати Таким Образом Мы С вами Немножко Обесцветим Нашу Девушку И Лучше И Теперь Уже Добавляем Следующий Корректирующий Слой Это У нас Будет Карта Градиента Так Также Применяем Ее Только Девушке Цвет Для Градиента У нас Будет Тройной Первый Цвет Давайте Возьмем Темно-синий Примерно Такой Же Который У нас Здесь Находится Да Нажимаем ОК Второй Цвет У нас Будет Вот Такой Вот Чуть Чуть Посветлее Я Думаю Так Ну и Третий Цвет Возьмем Светло-желтый Примерно Такой Нажимаем Клавишу ОК ОК Так И Меняем Режим Наложения Слоя На Мягкий Свет Так Прозрачность Также Следует Уменьшить Я Думаю Так До Значения 40% Я думаю Да Смотрим До И После Ну и Также Стоит Немножечко Подредактировать Контрастность Для Этого Создаем Корректирующий Слой Уровни Также Применяем Его Только К Модели И Немножечко Сместим Самый Правый Ползунок И Левый Ползунок К Центру Да Вот Так Так Смотрим Что Получилось Отлично В принципе Все Все Хорошо Единственное Что Мне Не Очень Нравится Тень Которая У нас Получилась С ней Надо Еще Чуть Чуть Поработать Давайте Прозрачность Опять Поставим На 100% Так И Продублируем Данный Слой Ctrl J Нажимаем Сделаем Чуть Более Заметной И Добавляем К верхнему Слой Маску Щелкаем Сюда И Теперь При помощи Градиента Заливаем Эту Маску Вот Таким Вот Образом Градиентом От Черного К Белого Так Отлично Таким Образом Наша Тень Стала Чуть Чуть Позаметней И Смотрится Более Естественно Давайте Эти два Слоя Которые У нас Относятся К тени Объединим В отдельную Группу Выбираем Их Оба Нажимаем Комбинацию Ctrl Так И По желанию Вы можете Регулировать Прозрачность Данной Группы Чтобы Изменять Прозрачность Тени На ту Которая Вам Нужна Так Оставляем И Идем Дальше И Также Давайте Еще чуть Размоем Нашу Тень На этот Раз Воспользуемся Другим Фильтром Так Переходим На Нижний Слой Верхний Пока Что Отключим Так И Переходим Фильтр Размытия В движении Так Немножечко Размываем Нашу Тень Так Угол Немножечко Подправим Вот Примерно Так Нажимаем Клавишу ОК И Теперь Давайте Включим Верхний Слой Так Отлично Я думаю Его Можно И Не Размывать Уже Так Единственное Что Давайте Также Добавим Группе С Тенью Маску И Сотрем Ненужную Область Вот Здесь Вот Здесь Так Все Отлично Следующим шагом Нам с вами Нужно Добавить На правую Часть Девушки Небольшое Свечение Так Как На эту Часть У нас Будет С вами Падать Свет Для Этого Давайте Создадим Новый Пустой Слой Применим Его К Слой С Девушкой И Теперь При помощи Инструмента Кисть Прозрачность Возьмем 100 Нажим 100 Так Цвет Возьмем Так Я думаю Вот Такой Темно Фиолетовый 490 14 Ц У меня В данном Случае Размер Для Кисти Чуть Чуть Уменьшим И Аккуратно Пройдемся Вот По этой Части Модели Так И Добавляем Эффект На руку Режим Наложения Ставим Осветление Основы Как видите У нас Появилось Красивое Свечение Единственное Нам с вами Нужно Его Ослабить Чтобы Оно Смотрелось Не так Ярко Примерно То Значение В 35% Я думаю Вот Такое Мягкое Свечение Нас Вполне Устроит Теперь Нам с вами Нужно Уже Поработать Со Светом И Тенью Глобально Давайте Создадим Новый Пустой Слой Зальем Его 50% Серым Цветом Так Поменяем Режим Наложения На Мягкий Свет И Теперь При Помощи Инструментов Затемнитель И Осветлитель Мы С вами Будем Работать Со Светом И Тенью На Нашей Композиции Выбираем Сначала Инструмент Осветлитель И Начнем С Осветления Вот Этих Вот Участков Снежных Лап На Елях Так Делаем Более Заметными Не Забывайте Следить За Результатом Сразу Ж Экспонирование Можно Чуть Чуть Увеличить В Районе 20% Поставить Его Так Чтоб Эффект У нас Был Более Заметным Также С Этой Стороны Осветляем Здесь Так Эти Участки Также Проработаем Небо Возьмем Кисть Большего Размера И Высветлим Немножко Облака Вот Таким Образом Сделаем Чуть Более Заметными Также Чуть Чуть Здесь И Теперь Более Мелкие Детали Начнем С Девушки Кисть Берем Меньшего Размера И Немножечко Осветлим Эту Часть Так Чуть-чуть Проработаем Волосы Детали Складки На Одежде Так Детали Детали Берем Инструмент Затемнитель И Также Проработаем Сначала Давайте Сейчас Поработаем С девушкой Экспонирование Возьмем 15% Так И Сначала Затемнем Вот эту Часть Так Переходим дальше На одежду Теперь на голову Немножко Еще Затемнем Тень И Теперь Начинаем Уже Работать С деревьями Так Здесь Здесь Проходимся Все Самые Темные Участки Делаем Еще Более Контрастные Так Переходим Сюда Так Теперь Здесь Давайте Уменьшим Размер И Посмотрим Что у нас Получается Так Вот До И Вот После Давайте Еще Немножко Затемнем Левую Руку Девушки Так Она У нас Находится В тени Вот Так Часть Должна Быть У нас Потемнее Так Смотрим Теперь Давайте Еще Немножечко Усилим Контраст Для Этого Создаем Объединенную Копию Всех Наших Слоев Нажимаем Комбинацию Shift Ctrl Alt E И Давайте Преобразуем Данный Слой В Смарт Объект Правой Кнопкой По нему Щелкаем Выбираем Преобразовать Смарт Объект Это Очень Удобно Чтобы Каждый Раз Не Отменять Примененный Эффект Мы Можем Просто Их Корректировать На ходу Так Переходим В пункт Фильтр Выбираем Здесь Другой Цветовой Контраст Так И Поставим Значение Примерно 15 Сейчас Нажимаем ОК И режим Наложения Ставим Мягкий Свет Смотрим До И после Если Результат Вас Не Устроил Вы Можете Поменять Настройки Фильтра Цветовой Контраст Для Этого Достаточно Просто Щелкнуть Сюда Два Раза Левой Клавишей Как Видите Мы Опять Попадаем В Настройки Данного Фильтра В Этом И Есть Основное Преимущество Смарт Объекта Как Видите Мы Можем Менять Все Значения На Ходу И Смотреть Результат Сразу Так Ну Ладно Давайте Оставим Примерно 12 Сейчас Нажимаем ОК И Чуть Чуть Снизим Прозрачность Данного Слоя Примерно До Значения 80 Так Теперь Пришло Время Добавить В композицию Блик Переходим На Изображение Сетим Нажимаем Ctrl А Ctrl С Так И Вставляем На самый Верх Нажимаем Ctrl В При помощи Свободного Трансформирования Ctrl Его Уменьшаем Так Уменьшаем Еще Уменьшаем Давайте Сразу Поставим Режим Наложения Экран Чтоб Можно Было Видеть То Что У Нас Получается Я Думаю Такой Размер Нам Подойдет Нажимаем Клавишу Enter И Располагаем Блик Вот в этом Вот Участке Смотрим Что у нас Получается В итоге Ну и Теперь Нам с вами Остались Уже Завершающие Штрихи Мы с вами Добавим Глобальное Освещение В нашу Композицию И Немножечко Усилим Контраст Для начала Давайте Объединим Все наши Слои в один Нажимаем Комбинацию Shift Освещение На Наш Блик Вот Сюда Интенсивность Можно Снизить Поставим Где нибудь В районе 42 Я думаю Экспозицию Давайте Поставим Где нибудь На Минус 3 Так И Немножечко Добавим Глянцевости Примерно До Значения Минус 25 Я думаю Так Нажимаем Здесь ОК И Смотрим На Результат Который У нас С вами Получился И так Вот До И Вот После Так Теперь Последний Шаг Нам с вами Остался Это Добавить Сюда Немножко Резкости Для Этого Переходим В пункт Фильтр Выбираем Здесь Усиление Резкости И Нас Интересует Контурная Резкость Так Здесь Регулируем Настройки По своему Желанию У меня Это Будет Эффект Стоит На 60 Радиус На 1 И Изогелия 0 Нажимаем ОК Так Ну И Вот Наш Финальный Результат Ну Что Я Надеюсь Вам Данный Урок Окажется Полезен Вы Найдете Какие-то Новые Для себя Фишки В нем И Будете Применять Их Уже На практике Всем Спасибо За Внимание До Свидания Надоело Быть Чайником Фотошопе Получите Бесплатный Базовый Курс Фотошоп Античайник Жмите На кнопку Получить Курс Продолжение следует Продолжение следует